друзья всех приветствую сегодня мы делаем сравнение внешние отличия европейки вот американки естественно комплектации разные мы поговорим о внешних различиях наш друзья у нас здесь насколько видим отсутствуют парктроники но в этой комплектации но это полная комплектация xl и у нас то есть это по сути дела full но здесь да тоже они есть не на всех но на больших там после ну вот это r2 аж насколько я уже понимаю потому что с этими всеми интернетовскими раскладами начинаешь путаться ну кстати да можно заказывать дополнительные опции поэтому это r2 у меня однозначно и там я в видео в прошлом говорил по комплектациям что не все гладко но хозяева до заказывают с одной комплектации дополнительные опции поэтому возможно некое перетекание но сейчас мы все-таки говорим просто о визуальных неких отличиях мы идем дальше значит вот заводские даст стопы то есть задние фонари они несколько отличаются здесь они вы видите светодиодная здесь вот заводской фонарь более классического вида имеет такой вид далее по крючкам сзади вот я вам показываю надеюсь что здесь видно вот крючки стоят я про них делал видео один и второй вот вы видите здесь же цеплять американку сзади по сути не за что потому что крючков вы можете видеть крючков никаких у нас нет ну вот собственно говоря по задней части вот такое вот отличие внешние друзья по салону идем далее то есть но здесь тряпка на тряпке салон обычный тут у нас в этой комплектации получается уже кожа то есть вот цвет цвет такой именно здесь здесь у нас идет кожа внутри и получается здесь по соответственно по спидометру естественно у нас идет в километрах в этом дублируется более мелкими да но и в милях основное наш владелец здесь поменял вы можете видеть магнитолу он поставил иную ну а так она была такая же до коробка здесь шестиступенчатая в американце стоит потом отключение есть вы можете видеть трекинг-контроля до системы и что у нас еще по салону вроде бы вроде бы примерно так же то есть может что-то я конечно и упущу но по крайней мере я визуально показываю вы могли отличить идем далее значит поворотники здесь поворотники отсутствуют у нас на всех американках здесь кстати надо заметить это уже у нас рестайлинг то есть вы видите по фарам они иные вот сравним чтобы было легче там тех кто выходит на авторынки или только знакомятся допустим с камри ухами хотят себе ищут вот это вот рестайлинг вы можете видеть да решетка другая морда другая омыватели вы видите их здесь нет то есть омыватели отсутствуют здесь омыватели есть они есть во всех комплектациях здесь в европейке кроме кроме r1 то есть вроде бы на r1 но не вроде бы она r1 их нету то есть по сути дела как правило r1 это вообще редкая там в основном то что на автомате идет это вы будете иметь омыватель также регулировка фар то есть регулировки фар салона здесь у нас в американке нет она отсутствует и она присутствует регулировка фар салона в европейке здесь она отсюда идет и вот у нас регулировка фар также принудительный принудительная кнопка омывателя то есть она срабатывает по первому включению фар когда вы включаете омыватель либо вы можете принудительно нажать и смыть что-то если вы попали в какую-то лужу или там спереди автомобиль выкинул струю грязную какую-то на вас то можете смыть да друзья значит по зеркалам еще момент интересный в ней в американке значит зеркала не складываются изнутри автоматически ну механически будем говорить так полу автоматически нажатием кнопки в европейке зеркала складываются также вот владелец подчеркивает что американки подчеркивает что пружины довольно мягкие и езда на ней получается очень очень мягкой то есть можно будет даже как-то сравнить не знаю проехаться немного но вот есть такое мнение что вроде бы американка даже в какой-то степени у нас мягче так друзья и еще вот на зеркале ум и по сути дела здесь в американцы у нас есть компас вот он имеет такой вид на здесь для очков есть это и в европейке в моей люк здесь у нас в этой комплектации полная есть люк но в других он может быть опять-таки как доп функция поэтому к этому может не стоит всерьез привязываться отличиях да друзья еще кнопки вот эти открытия закрытия гаража ну как бы это их местная американская здесь это на практике я так понимаю никто не практикует не привязывает к чему-то но тем не менее такая функциональность присутствует в американках друзья еще один вот любопытный момент то есть по ключам значит у американца получается в ограни мере вот так вот здесь нажимаем когда закроем и сейчас то есть при открытии один раз нажимаем на кнопку открытие открывается водительская да здесь все закрыты если два раза нажать на кнопку то соответственно откроется весь салон в европейке же да у меня там ну вот у меня так то я нажимаю на кнопку и открываются все двери да ну вот здесь еще по внешнему да стоит отметить вот такой кармашек да есть у американца друзья еще момент такой то есть при вот в американке когда включаете дальний то и у вас к примеру включены галогены до нижние там not горят вот эти нижние фары то американки при включении дальнего света гаснет вот владелец горит нижний нижний галоген ну вот собственно говоря такие отличия если что забыл пишите в комментах все друзья всем удачи добра подписывайтесь